Так, возвращаясь к нашему, к нашей кривой, вспоминаем, в смысле, последнее, да, замечание, что для вас, что, в первую очередь, для вас важно, как людей, которые скоро должны будут выйти на рынок труда, если еще не вышли, да, что вы должны всегда следить за технологиями, то есть, куда все движется. Я не призываю вас бросать все и, там, бежать заниматься, там, не знаю, каким-нибудь паспортом здоровья, там, или, не знаю, каким-нибудь блокчейном, вот, но, как минимум, вы должны держать руку на пульте, потому что технологии достаточно быстро меняются, вот, за 10 лет, что я в области промышленной автоматизации тусуюсь, технологии вообще радикально поменялись, то есть, 10 лет назад, там, все занимались базами данных, и всем плевать было, там, на искусственный интеллект, на программирование, да, потом, вот, начался хайп вокруг облаков, облачных технологий, да, сейчас потихонечку пришло какое-то разочарование к ним, то есть, все поняли, что это дорого, то есть, там, того же Сименса, там, есть, например, Mindsphere облако, вот, которое каких-то стоило сумасшедших денег, там, несколько лет назад, а сейчас они просто предлагают бесплатно, никто к ним не идет, потому что, ну, как-то, ну, не знаю, ну, если у вас есть завод, почему вы должны отправлять свои данные куда-то в облако, вот, вы готовы, там, вложить какое-то количество денег в железный сервер, вот, и сделать облако у себя на предприятии, вот, поэтому, как бы, да, вот, был хайп вокруг облачных технологий, вот, он, как бы, прошел, про него все потихонечку начинают забывать, все поняли и плюсы, и недостатки, да, и все пошли дальше. То же самое, там, большие данные, то есть, лет пять назад все собирали данные, неважно, какие, неважно, зачем, ну, вот, побольше датчиков, побольше, там, облака, куда все это засунуть, все эти данные, вот, но что с ним дальше делать, непонятно. Значит, то же самое сейчас про искусственный интеллект, то есть, сейчас вот все побежали использовать искусственный интеллект, о, у нас есть облако, да, отлично, у нас есть большие данные, отлично, нам не хватает искусственного интеллекта. Все, вот сейчас начали все заниматься искусственным интеллектом, скрещивают его с облаком, скрещивают его с большими данными, которые они накопили, вот, в надежде получить что-то. Ну, что-то они получают. Значит, вот, например, там, сейчас такая популярная тема пошла для электроэнергетики, это поиск хищений, например, с помощью, там, больших данных, искусственного интеллекта и облачных технологий. Вот, ну, какие-то результаты это дает, действительно, то есть люди, люди там раньше сидели какие-то аналитики, которые там анализировали показания датчиков, искали крупных неплательщиков. Предприятие, которое потребляет как обычное, обычное домовладение, да, это немножко странно там. Вот, видимо, они там что-то приворовывают, какой-то там, что-то там, какой-то жучок там поставили, чтобы у них электричество не накручивалось. Вот, а речь идет о том, чтобы, например, там, искать хищение там в рамках целой страны, например, да, то есть у вас там, континергосистема централизованная, и вы, например, пытаетесь искать людей, которые воруют. Ну, на самом деле, там точность не очень высокая, вот, но, тем не менее, она на порядке выше, чем точность человека. То есть обычного аналитика, который там пытается там эти 150 миллионов пользователей глазами просмотреть, конечно, это невозможно. То есть там нужно только какие-то самых крупных найти. И то нужно найти такого человека, который будет в этом очень хорошо разбираться и будет понимать, что нужно искать. Вот, поэтому, несмотря на весь хайп, есть очень много примеров того, как это применяется на практике. То есть не вот эти вот красивые презентации, где там роботы что-то там ходят, бегают, да, а что-то такое более полезное. Вот, собственно, это все, что вот про Гартнера, да. Ну, и вам нужно, конечно, смотреть, куда дальше вам двигаться. То есть, не знаю, сейчас очень популярно там, давайте, из трактористов там в программисты, да, и так далее. Вот, вы должны понимать, что сейчас вот специальность, связанная с программированием, она уже так, ее ценности, она на самом деле спадает. То есть сейчас есть курсы там, где, например, за год из человека, который вообще не имеет технического образования, там, может, даже высшего образования не имеют, делают, в принципе, такого рядового программиста джуниора, который в состоянии решать 90% задач. Вот. Поэтому для вас, конечно, бежать, работать программистами, ну, уже так немножко страшновато было бы на мне. Потому что сейчас уже этим все занимаются. Ну, вот. Вам, конечно, надо смотреть уже чуть дальше. То есть, ну, понятно, что можно заниматься программистом, программистом рознь, да, есть программисты, есть архитекторы. Вот. Конечно, вам нужно больше, ну, видите, для вас, чтобы быть архитектором, надо все-таки иметь чуть больше подготовку, чем у вас есть. Вот. Поэтому вот у вас прекрасная возможность там, например, стать, вы, в принципе, по образованию как системные инженеры идете, вот, и у вас очень прекрасные аналитические навыки. Я не знаю, говорю вам и нет, у нас много, на самом деле, примеров людей, которые ушли в аналитику, в том числе в аналитику данных, потому что, вот, и вас пять лет штудировали процессами, физикой, управлением, и вы очень хорошо, ну, по крайней мере, те, кто хорошо занимался, да, вы хорошо умеете разбираться в предметных областях. То есть, вам там не составит труда там залезть в какую-нибудь там социал-медиа область и разобраться в том, как там все, что, какие там законы, как там все устроено, какие модели. То есть, в этом плане, конечно, у вас есть определенные перспективы. Вот. Но, конечно, это требует не только учеба в университете, это требует еще дополнительных занятий. То есть, нужно что-то читать, желательно не видеоролики на Ютубе смотреть, там, про пост-динамик, а все-таки пытаться разбираться в более сложных вещах. Ну, вот, в частности, в нашем курсе мы будем с такими источниками работать, то есть, это, в первую очередь, научные публикации, это, ну, может быть, какие-то презентации, но не презентации, там, опять же, нужно, конечно, обязательно английский язык развивать, потому что на русском языке это уже такое третьего сорта, там, что-то пережеванное, половину, там, по пути растеряли, перевели, и какие-то, там, школьники на коленках что-то, там, на русском, там, на хабрахабре написали. Вот. То есть, на русском языке, к сожалению, чего-то такого стоящего я не встречал пока что. То есть, да, там есть школа данных Яндекса, есть, там, у ЕПАМа различные тренинги, но это все-таки такие уже пережеванные, даже, там, тот же ЕПАМ, например, ну, там, пример, например, с программированием, да, у них есть, там, есть школа программирования у ЕПАМа. Вот. Если вы внимательно поразбираетесь, вы поймете, что, на самом деле, просто калька с англоязычного ресурса FreeCodeCamp, например. То есть, там, просто один в один в один перетащили, и перевели, и как-то адаптировали. Там даже задания одни и те же. Вот. То есть, все, что вы находите на русском, чаще всего, это просто какой-то перевод, причем часто не очень высокого качества. Вот. Потом начинаются переводы переводов, когда, там, кто-то написал, там, на хабрахабре, с него, там, списали, и все это понеслось. Вот. Поэтому первоисточники, как правило, все-таки на английском языке. Английский язык уже давно стал международным языком, то есть, это уже не связано ни с Англией, ни с Америкой. Вот. Ну, кто-то на этот счет грустит, что, почему не русский язык, да, но, тем не менее, надо принимать это как данность. Вот. И быть готовым к тому, что все самое интересное обычно на английском языке. Вот. Ладно. В общем, это мы с вами обсудили. Надеюсь, более-менее понятно, понятен ландшафт того, что происходит сейчас в мире. Вот. Вернемся к нашей лекции. Да, если там вопросы есть, вы, конечно, пишите их, будем их обсуждать. Значит, по поводу уже непосредственно возвращаясь к нашей лекции, да, то есть, мы будем там смотреть сейчас про сверточные нейронные сети в общих чертах хотя бы. Не знаю, успеем сегодня, нет, может быть, и не успеем, на следующем закончим. Значит, ну, где это используется сейчас очень активно внедрено. Ну, это вот различные интернет-технологии, все, что связано там с распознаванием видео, там, у меня вот супруга очень любит шутить над мной, что вот вся моя научная деятельность по нейронным сетям сводится к тому, что вот есть какое-то приложение там для мобильного телефона, где нейронная сеть там уши кроличьи пририсовывает людям. Вот, ну, такие вот шуточки, да, что чем из серии, зачем вообще нужна наука, да, чтобы там в Инстаграме сделать красивые фотографии. Вот, ну, тем не менее, как бы это вот, эти области, они, как правило, имеют наименьший порог вхождения, то есть, там, минимальная стоимость ошибки, там, в отличие, там, от какой-нибудь атомной электростанции, где у вас ошибка, там, приведет, там, к колоссальной катастрофе, да, то, конечно, сравнивая это с мобильным приложением, которое там уши кроличьи пририсовывает человеку. Конечно, там, минимальная стоимость ошибки сюда, там, ухо на нос перелезет, чего страшного при этом не произойдет. Вот, где-нибудь там на этапе QA вас вам скажут, что что-то не так, а если и пользователь такой увидит, то ничего страшного. Ну, максимум, что будет, он там удалит приложение. Вот, поэтому, конечно, началось все это с каких-то таких пользовательских приложений, это переводчики, распознавание голоса, ну, первично было распознавание голоса, то есть, это еще в 2000-е годы, там, компания такая, Питерская Центра Чехотехнологии, они очень активно используют нейронные сети для распознавания, вообще, передовики, на самом деле, в России, может быть, даже и в мире по распознаванию звукового. Значит, все, что там, по-моему, в РЖД, в Сбербанке, все вот эти голосовые помощники, они, по-моему, все Центром Чехотехнологии разрабатывались. По-моему, даже Сбербанк купил Центр Чехотехнологии, сейчас уже не помню. Вот, но я знаю, что они очень много для ФСБ работали, то есть, для спецслужб, поэтому в России тоже, как бы, есть компании, которые этим очень активно занимались и занимаются, и являются передовиками, в том числе и в мире. Вот, ну, там, тот же переводчик, да, Google Translate, я помню, что, что такое было Google Переводчик 10 лет назад и чем он сейчас стал, я могу сказать, что это просто прорыв. То есть, сейчас, например, там, когда я переписываюсь, там, с коллегами, хочу просто проверить правильность написания, там, какого-нибудь длиннющего письма или отчета, я обычно в Google Translate напеваю, и он достаточно неплохо переводит. То есть, если раньше это был какой-то, ну, сразу было видно, что это машинный перевод, то есть, какая-то билиберда получалась. Вот, сейчас он с английского, на самом деле, на русский переводят очень хорошо. Вот, самое странное, что Яндекс, например, переводчик, он гораздо хуже работает. Вот, то есть, тут есть какие-то такие, хотя они все время начинают говорить, что, вот, мы тут на русский язык лучше переводим. Вот, но пока я вижу, что Яндекс, конечно, отстает. Ну, правда, я уже, наверное, годик не пробовал Яндекс, надо будет попробовать, может быть, они тоже уже доросли. Вот, ну, есть там у Google всякие интересные проекты, например, есть даже документальный фильм про злые корпорации, где там Google занимается оцифровкой книг втихую. То есть, они сотрудничают с библиотеками и оцифровывают, и распознают текст в книгах. То есть, колоссальное количество знаний в книгах находится, вот, и Google эти знания в себя агрегирует. Вот, непонятно зачем, непонятно, что они будут с этим делать, но есть такой зловещий фильм документальный, BBC, про Google, который оцифровывает человеческие знания. Вот, и непонятно, чем это все закончится. То есть, как эти знания будут потом применяться. То есть, там всякие страшные страшилки, там, про то, как люди будут оставаться без работы, потому что какой-нибудь масштабируемый искусственный интеллект начнет выполнять ту работу, которая раньше делалась человеком. Вот, ну, в целом, это, на самом деле, будущее за этим. Так, у нас вопрос есть, да? Ну, вопрос метрик, опять же, да? То есть, я вот как пользователь, мне вот надо переводить, там, бизнес-переписку. Ну, не переводить скорее, я как бы сам могу перевести. Мне нужно, например, писать красиво. Ну, нормально, не как робот, да, как человек. Я год назад могу сказать, что, как бы, перевод Яндекса, он был смешной. То есть, грубо говоря, вбивая, там, ну, короче, какая-то билиберда получалась. Вот, в этом плане Google, конечно, лучше переводил. Не знаю, надо попробовать. Может быть, Яндекс уже и лучше стал. Я знаю, что 10 лет назад Яндекс всегда напирал на то, что они их, там, лучше знают русский язык, и поэтому у них, там, ну, возможно, не знаю. Я, как бы, такой потребитель достаточно... Ну, грубо говоря, я же не профессиональный переводчик, правильно? Мне надо там с коллегами общаться. Вот, поэтому я, как бы, использую его чисто как такой линейный пользователь. Вот. Это, может быть, там есть какие-то субъективные моменты. Вот. Но, тем не менее, есть и Яндекс, есть и Google, да, есть, то есть, даже у нас в Питере есть огромное подразделение Яндекса, куда можно пойти работать и вполне неплохо себя реализовать вот в области машинного обучения. Вот. В любом случае могу сказать, что к Яндексу я отношусь позитивно. То есть, то, что в России есть компания, которая занимается... Есть даже, кстати, документальный фильм какой-то, по-моему, не помню у кого, про Яндекс. Причем, по-моему, даже он не русский фильм. То есть, это то ли англичане... По-моему, BBC снимала, да, про Яндекс, что серия это какая-то... Ну, как в мире нет компании, которая захватила, там, огромное количество рынков. То есть, там, на Западе есть, например, Google для поисковика, есть, там, PayPal для платежных систем и так далее, да, там, интернет-магазин это Amazon, вот. А в России есть, как бы, Яндекс, который всем занимается. У него Яндекс.Маркет и Яндекс.Деньги. То есть, такая некоторая супер-мега-корпорация, которая занялась... Вот. Вчера, кстати, прошел интересная новость, что Яндекс купил у Тинькофф Банк. Вот. И я, опять же, пошутил, да, что Сбербанк купил Яндекс.Деньги, да, а Яндекс.Деньги купил у Тинькофф Банк. Вот. Да. А есть Яндекс.Деньги, которые принадлежат Сбербанку. То есть, такая вот интересная, интересная битва такая, да, добра со злом госкорпорации с чистым бизнесом. Ну, короче говоря, да, в России, на самом деле, интересная экономика. Я долго работал в Штатах и могу сказать, что до того, как я поехал в Штаты, меня, например, ну, достаточно раздражало там все, что связано с Россией, как и всех, многих, на самом деле. Но когда я там побыл, я понял, что, на самом деле, разница общения какой. То есть, та же самая коррупция, тот же самый маразм, даже еще больше маразма, вот, на Западе. Поэтому я как-то так последние лет, икс лет, я уже как-то так очень положительно отношусь к тому, что происходит в нашей стране. Вот. И даже несмотря на то, что там Сбербанк – это госкомпания, да, то, что они очень сильно изменились за последние 15 лет, это меня тоже очень сильно радует. Вот. Потому что 15 лет назад Сбербанк – это был просто кошмар какой-то. Это была какая-то комната там, в ней там бойница такая с решеткой, и там сидела какая-то женщина недовольная, которая на всех кричала. Вот. Сейчас как бы Сбербанк просто стал совершенно другим. То есть, это некоторый показатель того, как все трансформируется. Та же почта России тоже очень сильно изменилась. То есть, на самом деле, та скорость, с которой наша страна меняется, она несоразмерна с той скоростью, насколько все приходит в упадок там в той же Америке, например. То есть, они до сих пор сидят там на каких-то допотопах, новых технологиях 60-х годов. Их там мобильная связь, там от города отъезжаешь, там на 100 километров, у них мобильная связь уже не ловит. То есть, есть много положительного. Наша страна, конечно, с правовой системой проблема. Вот. Ну, будем надеяться, что это тоже со временем решится. Вот. Ну, короче говоря, возвращаясь к нашей лекции, да, то есть, первоначально все это пошло вот в такие достаточно безобидные продукты, которые не связаны с промышленным производством никаким образом. Вот. В промышленности, в принципе, тоже нейронные сети были. Еще в 90-е годы их применяли. У нас будет отдельная лекция, посвященная сталилитейной промышленности, где внедрялась технология искусственного интеллекта вот на базе нейронных сетей. Она еще была там чуть ли не в 90-е годы внедрена. Вот. И приводила к конкретным результатам там по повышению эффективности производства. Вот. Мы это все с вами изучим. Пока что мы вот смотрим такие простые презентажки, где общие черты. То есть, это скорее для тех, кто никогда ничего не слышал про нейронные сети, да, и про глубинное обучение. Зачем все это надо? Вот. Ну, и вот они позиционируют, что это было некоторое правило. Ну, правило, на самом деле, был не связан ни с Гуглом, ни с ними. Мы поговорим про это. Вот. Ну, они первые, кто понял, чем это пахнет и как это можно использовать для извлечения прибыли. Вот. То есть, они были такими первоначальными драйверами по развитию этого хайпа. Вот. Ну, собственно, в чем состояла революция, да? То есть, спознавание образов было и раньше. Как бы ничего нового в этом нет. Значит, как, например, раньше это решалось? То есть, были специалисты по техническому зрению, по распознаванию образов, которые занимались такой увлекательной работой по созданию фич. То есть, это некоторые признаки. То есть, создание пространства признаков. То есть, раньше задача решалась как? У вас был некоторый набор картинок, да? Ну, какой-то возможный вариант изображений, которые к вам приходят. Были специально обученные люди, специалисты, там, с учеными степенями, которые занимались подготовкой пространства признаков. То есть, они преобразовывали вот это вот огромное количество, ну, там, тысяча на тысяча пикселей, да? Это миллион признаков, по сути, изначально сырых признаков. Вот. Они из них делали, там, какое-то количество, там, не знаю, 5-6 признаков. Например, там, при распознавании лиц, это самое известное. То есть, там, самые известные примеры – это распознавание текста, распознавание лиц. То есть, там можно выделить действительно какой-то набор признаков, например, черточки. Черточки и их угол поворота для текста, например, да? По вот этим черточкам, то есть, у вас получалось, там, например, там, на каждый символ, там, 5-6 черточек и углы поворота. То есть, там была такая небольшая... вот эта вот картинка, там, не знаю, 10 на 10 пикселей символа, она преобразовалась, то есть 100 признаков, да, сжималась там до 5-6 признаков, и дальше уже на основе этих признаков строилась система классификации этих изображений, которая выдавала достаточно хороший результат для распознавания, например, текста. Аналогичным образом строились системы для распознавания лиц, то есть там, грубо говоря, берется лицо, прям фаз сфотографированное, вот, на нем выделяются какие-то тоже геометрические формы, там расстояние между глазами, там длина носа, там длина губ, там и так далее. То есть вот такие как бы признаки выделялись, тоже там, грубо говоря, изображение там было 100 на 100, это 10 тысяч признаков, вот, они сжимались там в 5-6, ну там, не знаю, 10-20 признаков, например, да, и уже на базе вот этих признаков, там, их по косточкам там разбирали, какие бывают комбинации, варианты, и строили классификацию, то есть строили классификатор, который определял, например, кто изображен на фотографии. Вот, это вот такая классика, она развивалась там еще в прошлом веке, очень активно применялась на практике до недавнего времени, когда вдруг внезапно произошла определенная революция, вот, которая стояла в том, что, оказывается, не нужны нам больше вот эти эксперты, которые будут заниматься извлечением признаков. Вот, мы сделаем такой автомат на базе нейронной сети, который будет просто эти признаки плодить. Потому что по факту вам вот эти черточки и углы поворота в процессе функционирования, они вам не нужны. Как бы вам эта информация вообще не нужна. Вот, вам нужно, чтобы решалась задача, да, чтобы на фотографии было понятно, где ребенок, где собачка, где мячик, там, где что-то еще. Вот у него что-то ошиблось, да, но тем не менее. То есть просто взяли и заменили вот этап экстракции, ну, подготовки вот этих признаков, заменили на некоторый автомат, некоторый универсальный алгоритм. Ну, он, конечно, такой условно-универсальный, но тем не менее. Который позволяет вам уже не тратить, там, годы исследований на подготовку вот этого пространства признаков, а позволяет вам просто загнать кучу данных, обучиться на этих данных и настроиться, да, и выдавать уже какой-то осмысленный результат. Вот, ну, как бы, вот в этом, собственно, и состояла революция. Значит, там у этой революции, на самом деле, было еще несколько компонент. Вот, мы о них тоже поговорим, может быть, в следующей лекции. Вот, но в общем, в общих чертах это так. То есть просто взяли, заменили извлечение признаков, то, что раньше делали руками, взяли, заменили ее на полностью автоматический процесс. Вот, при этом, конечно, произошла определенная потеря информации, вот, но никто на этот счет не переживал, потому что она все равно никому не была не нужна. То есть то, что там вы каждый, мы могли как бы объяснить, как работает система здесь, да, то есть каждый признак, это была определенная геометрия, вот, и по этой геометрии можно было, в принципе, объяснить, как система работает. То есть как работает классификатор, как работает геометрия, вот, то здесь как бы вы это уже объяснить, скорее всего, не сможете. То есть там будут просто какие-то, ну, мы еще про это поговорим. Ну, как бы здесь такой простой пример приведен, да, но, в принципе, все сводится к тому, что до революции, которая в 2013 году произошла, ручками создавали, ну, там, может быть, какие-то были полуавтоматические режимы, но все равно признаки имели какое-то осмысленное значение. Вот сейчас признаки, как бы, чаще всего, ну, пока где-то хорошо работает, они просто вслепую. Там какие-то, на самом деле, какие-то признаки, которые очень сложно интерпретировать. Вот, в этом, кстати, основная особенность нейронных сетей в том, что вряд ли вы сможете интерпретировать то, что в ней происходит. Там есть, конечно, исследования, которые пытаются описывать, что в них происходит, но пока что это так, достаточно спорно. Ну, то есть, грубо говоря, в действительности объяснить, что там происходит, вот, вы не можете, как бы, интерпретировать, как нейронная сеть распознала вот это изображение. Вы можете только какие-то, там, гипотезы строить на этот счет. Вот, раньше можно было действительно объяснить, почему, например, вот это шарик, а вот это собака. Чем она отличается, да, с точки зрения распознавания. Ну, как вот на примере с символами, да, там, грубо говоря, есть какие-то геометрические компоненты, есть там углы поворота, например, эти компоненты, то есть черточки и углы поворота. И вы могли сказать, чем пятерка с точки зрения системы распознавания отличается, там, от тройки, например. Что там у тройки определенный набор строчек, определенный набор этих линий, да, и у каждой линии есть там какая-то кривизна, какой-то поворот. Вот, то есть, вы можете интерпретировать результат, на самом деле, объяснить его. Но другой вопрос, что когда вы пользуетесь системой распознавания, вам и не нужно это объяснение. Ну, как бы, если вы распознаете текст, вам до лампочки, вы не будете каждый символ смотреть, какие там черточки, какие повороты. Вам важно, чтобы в целом текст был распознан. Вот, то есть там, естественно, есть какая-то ошибка всегда. Вот, и здесь была ошибка, да, вот здесь видно, что у собаки что-то там, ну, не знаю, что-то мячик, ну, что там. Ну, короче говоря, тоже бывают ошибки, всегда есть ошибки, да, вопрос в другом, какой уровень ошибки. То есть, сейчас пришли к тому, что вот эта вот классическая схема, она выдавала больше ошибок, чем вот такая схема. Вот, поэтому вот в этом, как бы, произошел некоторый такой поворотный сдвиг в технологиях с точки зрения, вот, глубинного обучения. И вот от этого пошел весь хайп. То есть, маркетологи и топ-менеджер поняли, что все, не нужно, короче, тратить годы исследований на то, чтобы подготавливать вот эти вот признаки. То есть, признаки можно было подготовить для каких-то очень узких специальностей, там, например, для распознавания текста, для распознавания аудио, для переводов. Вот, там это хорошо работало, и там это действительно было раньше. Там, может быть, не очень хорошо, но, как бы, было. Вот, но если вы берете какую-то совершенно новую область, вот у вас есть завод, где нужно, там, определять, там, брак, например. То есть, вот здесь, там, 100 сотрудников, есть завод, есть какая-то статистика по производству деталей. Вам нужно понять, кто, какой сотрудник хорошо работает, какой сотрудник плохо работает. Вы могли потратить, там, годы исследования на то, чтобы построить некоторую такую экспертную систему аналитическую, которая была бы, могла бы распознавать, да, но завтра у вас поменяется, там, технология производства, и все, в эту систему на помойку можете выбросить. Вот, и вот, что произошло, да, что, грубо говоря, при таком подходе вам не нужно тратить годы на создание системы. Вы тратите, там, не знаю, ну, если у вас есть, конечно, ну, тут, опять же, есть оговорочка, да, так, мелким шрифтом со звездочкой, с ноской, что при наличии достаточного количества данных, то есть даже не просто данных, а размеченные выборки, то есть у вас должно быть достаточное количество вот таких вот примеров размеченных для того, чтобы эта система заработала. Но если они у вас есть, грубо говоря, то вы можете, там, достаточно быстро, ну, быстро, относительно быстро, там, не знаю, в течение месяца сделать прототип системы. Вот этого раньше не было, и это вот в этом состоит революция как раз-таки, результаты революции, да, что теперь даже любой, там, завод по производству, там, сникерсов может, короче, себе сделать нейронную сеть, которая будет, там, решать задачу какую-то, вот. В этом вот основная фишка. Ну, да, есть вот такая оговорочка, маленькая сносочка, да, что должны быть размечены данные. Вот, и сейчас это очень популярное направление. Я три года работал в Люксофте, и у нас там был, например, целый ангар начинающих специалистов после университета, которые занимались разметкой, то есть у них шел видеопоток с камеры беспилотного автомобиля, и они покадрово сидели, размечали, что на этом изображении нарисовано. Вот, там, 8 часов в день, 5 дней в неделю, 200 дней в году они сидели, вот эти вот квадратики рисовали, на каждый квадратик пририсовывали, что это такое. Вот, то есть это цена вот такой вот скорости разработки. Но зато, когда у вас такие данные появляются, вы можете их использовать для обучения. И самое главное, вы можете эти данные продавать. То есть это сейчас, на самом деле, целый рынок. По размерке данных. Вот то, чем, собственно, Люксофт и занимался. Вот, то есть они потом просто это все продавали. Ну, такая вот увлекательная работа для тех, кто там, не знаю, раньше в Яндекс.Такси работал, на машине ездил. Вот, сейчас, когда беспилотники будут, Яндекс.Такси их запустят, я думаю, через пару лет в коммерческую эксплуатацию, значит, вот им будет возможность подзаработать, они смогут пойти, например, заниматься разметкой данных. То есть это такая некоторая новая отрасль для новой экономики. Вот. Ну, конечно, все не так красиво, на самом деле, да, то есть это, опять-таки, маркетинг. Вот. На практике, конечно, есть какой-то гибрид, и он обычно дает наибольшие, наилучшие результаты. То есть все-таки какие-то остаются такие полуавтоматизированные средства извлечения признаков, уже не настолько детализированные, да, но при этом, ну, например, что это может быть? Например, чаще даже, тут уже немножко другое, то есть если здесь там цель этих извлечений была как можно больше сжать информацию, да, то есть как можно меньше признаков сделать, которые будут квалифицировать ваше изображение, вот, то сейчас пошла другая тема, это, наоборот, взрыв признаков, грубо говоря, у вас там есть изображение тысячи на тысячи пикселей, вот, а вы возьмете, например, начнете смотреть комбинации, то есть взаимосвязи между отдельными пикселями, то есть как бы немножко помогать системе направлять ее в нужном русле, вот, например, брать там какое-то произведение каких-то пикселей, да, там какую-то свертку брать и так далее, которая создает, на самом деле, больше признаков еще, еще больше признаков, но при этом введет какую-то дополнительную нелинейность в анализ изображения, вот, ну, там, не знаю, приводя пример из нашего отрасли, да, где там надо моделировать, например, процессы, вот, есть такой классический подход с, мы в адаптивном управлении его использовали для линеаризации систем, то есть мы, помните, использовали там для системы идентификационного типа, мы использовали линейную модель, вот, для исходно-нелинейной системы и использовали как раз признаки, то есть мы брали переменные, там, x, y, да, мы брали еще третью переменную в отделе, x, y, например, произведение, вот, тем самым, ну, и так далее, то есть там, грубо говоря, можно было немножко преобразовать, трансформировать пространство исходное, да, вот, представьте, что это ваша там фабрика, да, трансформировать ее в новое пространство с помощью вот таких дополнительных фич, вот, а потом использовать, например, уже классическую нейронную сеть для того, чтобы трансформировать дополнительно это пространство признаков, да, и потом использовать какой-то классический механизм, сейчас уже не помню, что это такое, но неважно, короче говоря, классический алгоритм машинного обучения для того, чтобы классифицировать, вот, то есть у каждого метода есть свои достоинства и недостатки, в том числе и у нейронных сетей есть свои достоинства и недостатки, вот, то есть, как правило, вот такой подход, скомбинированный, с какими-то там дополнительными связями. Сейчас вот еще популярны всякие нейронные сети, которые, например, там у них отсюда вышел выход, там пришел сюда, например, или отсюда вышел выход, пришел сюда. Или какие-то там итеративные, которые там, грубо говоря, вы там видеопоток подаете, картинки последовательные, они там между еще кадрами какие-то взаимосвязи добавляют. То есть так или иначе все это, несмотря на то, что первоначально это все как-то тупо выглядело и примитивно, сейчас все это обрастает вокруг всякими примочками, свистелками и прочими штуками, которые позволяют вам повысить эффективность. То есть, на самом деле, вот в таком подходе у вас эффективность будет, ну, может быть, там вы, конечно, переплюнете человека, но, возможно, это будет и не так, как бы, круто. Вот, но они выигрывают в скорости создания системы, да, и в масштабе. То есть, то, что человек, там, например, 10 задач решит, да, эта система может решать, там, тысячи, миллионы задач. Просто дополнительный сервак ставите, и у вас будет, грубо говоря, простая... То есть, они выигрывают за счет, на самом деле, масштабируемости, скорости разработки и масштабируемости. Вот, такие системы выигрывают уже, в первую очередь, по точности. То есть, они комбинируют некоторую интеллектуальную работу человека, да, по анализу задачи, то есть, аналитическую работу. И при этом еще и используют вот эффект масштаба, масштабируемости, да, который свойственен нейронным сетям. Вот, и за этим, на самом деле, будущее, и тут очень огромное поле для реализации себя. Да, то есть, грубо говоря, нужны не просто люди, которые могут вот такие штуки делать, потому что такие штуки все умеют делать. Вот, а нужны люди, которые умеют разобраться в задаче, понять, как лучше преобразовать исходное изображение для того, чтобы нейроносить выдавало лучшие результаты. Вот, здесь, на самом деле, еще много касается экспериментов, то есть, огромное количество статей научных, где люди просто вот что-то там какой-то микс сделали, да, из разных методов, сравнили их между собой и видели, о, действительно, вот там с таким-то подходом, например, работает лучше. Вот, они не могут это объяснить, но, тем не менее, это работает. Вот, поэтому как раз вокруг вот этого сейчас и крутится вся наука того, как вот комбинировать различные методы. То есть, это уже не столько там нейронной сети, сколько какой-то микс. Ну, вот сейчас начали называть как раз глубинным обучением, потому что это уже не столько нейронной сети, сколько какой-то микс методов. Вот, но, тем не менее, он как раз, смысл его в том, что у вас есть куча размеченных данных, и по этим данным вы быстро прототипируете систему. Ну, понятно, что здесь много, много сносок, комментариев, дополнительных соглашений, которые никто вам нигде никогда не расскажет, вот, ну, которые мы столкнемся, как только начнете решать какую-то практически важную задачу. Вот, но это, к этому нужно быть готовым, и, в принципе, в этом нет ничего плохого. Именно за это вы будете получать вашу зарплату. Так, вопрос, да. Слушайте, я, честно говоря, не знаю, надо изучать. То есть, на самом деле, огромное количество методов существует, там, каждый уважающий себя ученый, он заводит свой собственный метод со своим собственным названием, вот. Какие-то популярные методы. Я не специалист по распознаванию образов, поэтому не могу вам сказать. Но я подозреваю, что это что-то связанное с преобразованием изображения, то есть выделение дополнительных признаков. То есть суть всех вот этих преобразований стоит в том, чтобы помочь нейронной сети быстрее настроиться, выдать как бы лучший результат. Потому что, на самом деле, там у него достаточно тупенькая, алгоритм достаточно тупенький, вот, и он как бы спотыкается часто. Поэтому, как бы, если вы ей поможете, то это даст вам, на самом деле, огромный прирост к источности. Так, как, условно, работать с машинным обучением в самом проекте, про распознавание кружку, как мне использовать эту сетку для распознавания в моем приложении, носить ее на клиент или данные сохраняются в облаке. Все зависит от того, все вообще зависит от вашей задачи. То есть, если вы размещаете в облаке, вы должны понимать, что вы будете туда-сюда гонять данные. Вот, то есть трафик, грубо говоря, у вас будет определенный. Если у вас, например, распознавание видеопотока в реальном времени, с попыткой, там, пририсовывания каких-нибудь кроличьих ушей к человеку, который камеру на себя навел, то, наверное, гонять туда-сюда видеопоток, это будет достаточно, ну, достаточно, скажем так, сложновато. Вот, с другой стороны, если вы храните все в облаке, ваш алгоритм в облаке, да, вы не можете, как бы, не беспокоиться по поводу того, что кто-то ваш алгоритм сворует. Потому что, как только вы публикуете приложение, и оно действительно станет популярным, у вас появятся клоны вашего приложения. Вот, поэтому тут вопрос, на самом деле, тут, опять же, как и в любой работе, здесь будет огромное количество различных компромиссов, которые вы должны будете соблюдать. И в этом состоит искусство вас, как инженера, как разработчика. Вот, поэтому тут нет ответа на вопрос, где лучше это делать. Значит, есть конкретные инструменты и для реализации обучения на стороне телефонов. То есть сейчас, по-моему, Samsung или кто-то, или Huawei выпустили первый телефон, в котором будет нейропроцессор входить. То есть вы можете вот эти вот сверточные нейронные сети реализовывать на этом нейропроцессоре. Ну, по аналогии с тем, что я вам для Siemens показывал, да, то есть то же самое сделали миниатюрно там для телефона. Ну, по-моему, это еще в прошлом году было. То есть вы можете точно такие же сети реализовывать внутри телефона. Другой вопрос, что как только вы это сделаете, да, или это станет приложением популярным, у вас появится десяток клонов, китайских, там, индийских, которые будут делать все то же самое, только бесплатно, говорят, или за меньшие деньги. То есть тут еще вопрос интеллектуальной собственности. То есть у вас будет определенная топология, определенным образом обученная сеть, по сути, коэффициенты. Вот. И эти коэффициенты просто у вас своруют и сделают такое же приложение. В пикселе, по-моему, тоже, да, это же гугловский, по-моему, телефон. То есть на самом деле вот то, что я там показывал первоначально, да, что вот Embedded Artificial Intelligence, это как раз он и есть. То есть сейчас это все встраивается уже в носимые устройства, в умные часы, в телефоны. То есть все это дошло, на самом деле, до такой потребительской электроники. И, не знаю, в том числе, что там в чайнике сейчас уже нейронные сети. Не знаю, зачем нейронная сеть в чайнике нужна, что она там будет считать, но, тем не менее, есть. Я знал, что есть чайники, которые там биткоины считают. Ну, может быть, это для биткоинов. Ваш чайник еще и биткоины читал. Считал, пока вы там воду не греете. Вот, поэтому как бы все это есть, оно никуда не делось. И понятно, что на это есть определенный спрос. Но всегда есть, конечно, много странностей. Товаров в стиле Алиэкспресс, где в чайнике у вас там, в чайнике у вас там биткоины майнит. Ну, в таком стиле тоже сейчас много всего, в том числе про нейронные сети. Так. Все, вроде на все вопросы ответил. Да, ну, я надеюсь, ответил на вопрос по поводу того, где это делать. То есть вы решаете, где это делать, исходя из набора тех требований, которые у вас есть. То есть есть скорость работы вашей системы, насколько быстро она должна работать. Есть потребление энергии, потому что если вы будете гонять видеопоток туда-сюда из облака и обратно, это, конечно, будет колоссальное энергопотребление, и там телефон будет просто греться безумно. Вот. Есть проблемы интеллектуальной собственности, когда вы, например, должны постараться секрет вашего производства, вашего успеха сохранить внутри того устройства, в котором вы работаете. О, за пределами этого устройства. В облаке. В облаке никто не залезет к вам. Вот есть еще другая проблема. Есть, например, проблема там приватности данных. Например, в России запрещено хранить данные пользователя на сервере. Западном. То есть, кругом говоря, вы не можете куда-то в Google загрузить данные ваших пользователей. Вы обязательно должны хранить их в России, значит, надо будет, соответственно, выбирать, какое облако. Вот какие-то данные нельзя хранить. Если у вас какое-то производство, вы не будете в чистом виде хранить данные в облаке. То есть вы должны его зашифровать. На самом деле там огромная, это огромная проблема, как это все организовать. То есть тут конкретно вам придется решать. Но есть инструменты и для реализации в устройстве, и для реализации в облаке. В облаке даже побольше возможностей, чем в телефоне. Но в телефоне тоже сейчас много можно чего делать. Так, ну давайте. У нас заканчивается время презентации. Меня сейчас выкинет. Вот. Наверное, сегодня уже ничего не будем нового начинать. Мы в следующий раз продолжим нашу текущую лекцию. Вот. Значит, будут вопросы. Пишите. Пишите. Пишите.